Малах Аминь Малах Аминь Малах Аминь Сотрясающий. Малах Аминь Второе дуновение аминь Ознаменует воскрешение творений. Если говорить о первом дуновении, то каждый кто услышит его будет поражен, кроме тех, кого Всевышний Аллах пожелает оставить… Всевышний Аллах сказал, Но подуют в рог, и тогда будут поражены те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Потом в него подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть. Сура 39, аят 68. Это произойдет в пятницу. Абу-Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Лучшим из дней, в которые когда-либо поднималось солнце, является пятница. В этот день был сотворен Адом, в этот день он был изгнан из рая, в этот день он был прощен, и в этот день он умер. И в этот день наступит судный день, и каждую пятницу, с рассвета до восхода солнца, все живые существа, кроме людей и джинов, ожидают наступления судного дня и боятся его». Абдулла ибн Амр ибн Аль-Аз, да будет доволен Аллах, им и его отцом, передает, что посланник Аллаха, да пребудет милость Аллаха над ним, сказал, «А потом подуют в рог, и каждый, кто услышит этот звук, станет внимать ему, наклоняя голову и вытягивая шею. Первым его услышит человек, который будет обмазывать глинные стенки водоема для своих верблюдов, и он будет поражен, и люди будут поражены. А потом Аллах пошлет дождь, подобной рассе, и от него тела людей станут расти». Имеется в виду, что после первого трубного глаза, когда люди падут бездыханными, пройдет достаточно много времени, и тела их истлеют. Затем протрубят в трубу во второй раз, и люди встанут, озираясь. Хадис приводит имам-муслим. Абу-Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Между двумя трубными глазами сорок, а потом Аллах не спошлет с небес воду, и люди станут расти, подобно злакам. И весь человек истлеет, кроме одной кости, а именно копчика. И с него начнется воссоздание творений в день воскресенья». Хадис передал Аль-Бухари и Муслим. После второго дуновения в рог, люди оживут и выйдут из своих могил нагими, босыми и необрезанными. Первым, над кем разверзнется могила, станет пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует. Абу Хурейра передает, что посланник Аллаха, да пребудет милость Аллаха над ним, сказал, «Я буду господином потомков Адама в судный день, и первым, над кем разверзнется могила, и первым, кто будет заступаться, и первым, чье заступничество будет принято». Хадис передал Имам-Муслим. Пророк Мухаммад, да пребудет милость Аллаха над ним, сказал, «Первым из творений в судный день будет одет Иброхим, мир ему». Хадис передал Аль-Бухари и Муслим. Доказательство истинности воскрешения. Язычников удивило воскрешение после смерти. Они стали утверждать, что Аллах не воссоздаст умерших, несмотря на то, что Он и сотворил их в первый раз. А между тем, доказательств истинности воскрешения очень много, только безбожники смотрят на них и не замечают. Всевышний Аллах обратил наше внимание на эти доказательства и призвал нас задуматься, дабы они стали для нас назиданием. Ниже приводятся некоторые из этих доказательств. «Первое творение. Вот живой, существующий человек. Что мешает Всевышнему Аллаху оживить его после смерти? И в чем различие между сотворением в первый раз и воссозданием? Всевышний Аллах сказал, Он – тот, кто создает творения в первый раз, а затем воссоздает их. И сделать это для Него еще легче. Ему принадлежат наивысшие качества на небесах и на земле. Он – могущественный, мудрый». Сура 30, 27 аят. Всевышний Аллах сказал, «Человек говорит, неужели после того, как я умру, я выйду из могилы живым? Разве человек не помнит, что еще раньше мы создали его, хотя его вообще не было?» Сура 19, аяты 66-67. Всевышний Аллах описал эти изменения в нескольких сурах Корана, например, в суре «Падающие», «Ступени», «Скручивание», «Раскалывание» и так далее. «Страх и ужас». В судный день люди будут напоминать пьяных от ужаса, который охватит их. Всевышний Аллах сказал, «О, люди, бойтесь вашего Господа». Воистину, сотрясение часа – ужасное событие. В тот день, когда вы увидите его, каждая кормящая мать забудет того, кого она кормила, «А каждая беременная женщина выкинет свой плод. Ты увидишь людей пьяными, но они не будут пьяны, зато мучения от Аллаха будут тяжкие». Сура 22, аят 1 и 2. Глаза их широко откроются, закатившись от страха. Сердца подступят глотком. Люди будут так напуганы, что лишатся способности думать. Они испытают ужас, способны сделать седыми детей. Приближение Солнца и погружение каждого человека в собственный пот в соответствии с его делами. Посланник Аллаха, да пребудет милость Аллаха над ним, сказал, «В день воскресенья Солнце приблизится к людям настолько, что окажется всего в миле от них. Что же касается людей, то они погрузятся в собственный пот, сообразно своим делам. И у некоторых из них он будет доходить до щиколоток, у других – до колен, у третьих – до поясницы, а у некоторых – до самого рта». Сказав это, пророк, «Да пребудет милость Аллаха над ним», указал на свой рот. Хадис привел имам Муслим. Абу Хурейра, да будет доволен им Алло, передает, что пророк, да пребудет милость Аллаха над ним, сказал, «В день воскресенья люди будут обливаться потом так, что пот их пропитает землю на 70 локтей в глубину, а некоторых из них он взнуздает, ибо поднимется до уровня их ушей». Хадис передал Аль-Бухари. «В этот день Всевышний Аллах укроет в своей тени семерых. Посланник Аллаха, да пребудет милость Аллаха над ним, сказал, «Семерых укроет Аллах в тени своей в тот день, когда не будет иной тени, кроме его тени, справедливого правителя, юношу, росшего в поклонении Господу, человека, сердце которого привязано к мечетям, двоих, которые любят друг друга ради Аллаха, встречаясь и расставаясь только ради Него, мужчину, которого пожелала знатная и красивая женщина, и который сказал, «Поистине, я боюсь Аллаха». Того, кто подает милостыню настолько тайно, что его левая рука не ведает, сколько подает правая, а также того, чьи глаза наполняются слезами, когда он поминает Аллаха в одиночестве». Хадис передали Аль-Бухари и Муслим. Представление дел и расчет имеется в виду то время, когда Всевышний Аллах подвергнет своих рабов расчету. Всевышний Аллах сказал, «В тот день люди выйдут толпами, чтобы узреть свои деяния. Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его». Сура 99, аяты 6 по 8 Всевышний также сказал, «В тот день вы предстанете, и ни одна ваша тайна не останется сокрытой». Сура 69, аят 18 «В этот день органы человека будут свидетельствовать о его деяниях». Всевышний Аллах сказал, «В тот день, когда их языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них о том, что они совершили, в тот день Аллах воздаст им в полной мере по их истинному счету, и они узнают, что Аллах есть явная истина». Сура 24, аяты 24, 25 Всевышний Аллах также сказал, «Сегодня мы запечатаем их уста, их руки будут говорить с нами, а их ноги будут свидетельствовать о том, что они приобретали». Сура 36, аят 65, «Посланник Аллаха, да прибудет милость Аллаха над ним», сказал, «Не найдется среди вас такого, с кем Аллах не станет говорить без столмача, а потом человек посмотрит перед собой и ничего не увидит, а потом посмотрит вперед и не увидит перед лицом своим ничего, кроме пламени ада. Так защитите же себя от огня хотя бы с помощью половинки финика», приводит этот хадис Аль-Бухари и Муслим. Посланник Аллаха, да прибудет милость Аллаха над ним, также сказал, «Каждый, кто подвергнется расчету в судный день, непременно погибнет». Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала, «О, посланник Аллаха, разве не сказал Аллах, а кому его книга будет дана правую руку, тот будет рассчитан расчетом легким». Посланник Аллаха, да прибудет милость Аллаха над ним, сказал, «Это показ дел, а тот, чьи дела будут обсуждаться, обязательно подвергнется наказанию». Передали этот хадис Аль-Бухари и муслим. Ибн Аумар, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, да прибудет милость Аллаха над ним, сказал, «Поистине Аллах приблизит к себе верующего и окажет ему свою милость и укроет его и станет спрашивать, признаешь ли ты, что совершил такой-то грех, признаешь ли ты, что совершил такой-то грех, а он будет говорить, да, о, Господь мой, когда же Аллах заставит его признать все грехи и верующий решит, что погиб, Аллах скажет, я покрыл твои грехи в земной жизни и я прощу их тебе сегодня». Хадис передал Аль-Бухари «С грешником произойдет следующее, приведут неверующего в день воскресенья и скажут ему, если бы у тебя было золото размером с землю, ты бы отдал бы его в качестве выкупа за себя». Он ответит «Да, тогда ему будет сказано, а ведь ранее я просил тебя о том, что легче этого». Хадис приводит Аль-Бухари «А в другой версии говорится, а ведь я просил тебя о том, что легче этого, когда ты был в кресце Адама, не предавать мне сотоварищей, но ты упорно делал это», передали Аль-Бухари и Муслим. Посланник Аллаха, да пребудет милость Аллаха над ним, сказал, «70 тысяч верующих войдут в рай без расчета», передали Аль-Бухари и Муслим. Первыми подвергнутся расчету три категории людей. Первая категория – это люди, которые приобретали знания и читали Коран только для того, чтобы их называли учеными и чтецами. Вторая категория – люди, которые сражались ради того, чтобы их называли храбрецами. Третья категория – люди, которые расходовали средства на пути Аллаха, чтобы их называли щедрыми. Передал имам Муслим. «Также будут сведены счеты между рабами Аллаха. Посланник Аллаха, да прибудет милость Аллаха над ним, сказал, «Кто нанес своему брату обиду, затрагивающую его честь или имущество, пусть загладит ее сегодня до того, как с него будет взысканно за нее в день, когда не будет ни динаров, ни дирхемов. Если у него найдутся благие дела, из них возьмут в соответствии с той обидой, а если у него не найдется благих дел, то у обиженного им возьмут соответствующее количество скверных дел и возложат на обидчика, передал Аль-Бухари. Посланник Аллаха, да прибудет милость Аллаха над ним, спросил людей, знаете ли вы, кто является разорившимся? Они ответили, разорившимися среди нас называют тех, у кого нет ни денег, ни имущества. Тогда пророк, да прибудет милость Аллаха над ним, сказал, поистине разорившимся из числа членов моей общины окажется тот, кто в день воскресения принесет с собой молитвы, посты и закят, но при этом выяснится, что он оскорбил этого, оклеветал этого, присвоил имущество этого, пролил кровь того и ударил этого. И тогда что-то из его благих дел будет отдано этому, а что-то тому. И если запас его благих дел иссякнет прежде, чем он сумеет рассчитаться со всеми, из грехов обиженных им станут брать что-то и возлагать на него, а потом его бросят в ад передал имам Муслим. Развертывание свитков. Верующий получит свиток с записью своих дел спереди и возьмет его правой рукой, после чего поднимет его и покажет всем, радуясь, и вернется к своим близким радостным. А неверующий возьмет свой свиток левой рукой из-за спины, пряча его. Он будет угрюмым и опечаленным и будет взывать «О горе мне!» Всевышний Аллах сказал «Читай свою книгу. Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя». Сура 17 Аят 14 Весы После представления дел и расчета будет взвешивание дел, свитков и самого человека, и одни дела окажутся на весах тяжелее других, и главным критерием будет не количество дел, совершенных человеком, а их качество, то есть вид, правильность совершения и искренность намерения. Тяжелее всего на весах окажутся свидетельства Единобожия с соблюдением всех связанных с Ним условий, благонравия, а также слова «Пречист Аллах и хвала Ему, Пречист Аллах, Великий». Субхан Аллахи ва бихамдихи, Субхан Аллахи ла ла лим. Субхан Аллахи Аллахи Именем Аллаха милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим в день суда. События, которые будут происходить в судный день. Дуновение в рог. Исрафил, мир ему, подует в рог дважды. После первого дуновения творениям будут поражены насмерть. Это дуновение называется Сайха вопль или Раджифа сотрясающей. Второе дуновение ознаменует воскрешение творений. Если говорить о первом дуновении, то каждый, кто услышит его, будет поражен, кроме тех, кого Всевышний Аллах пожелает оставить. Всевышний Аллах сказал, но подуют в рог. И тогда будут поражены те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Потом в него подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть. Сура 39, аят 68. Это произойдет в пятницу. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, лучшим из дней, в которые когда-либо поднималось солнце, является пятница. В этот день был сотворен Адам. В этот день он был изгнан из рая. в этот день он был прощен. И в этот день он